Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС в студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня выпуски. Моя задача через информационные системы собирать управленческую отчетность таким образом, чтобы она на 80% собиралась автоматически. Смоленскую АЭС посетил заместитель генерального директора госкорпорации «Русатом» Николай Соломон. Торжественное открытие спартакиада работников Смоленской АЭС. Мне очень, на самом деле, интересно. Вот действительно, это такая мощь, это так сложно. Все меня вот это именно привлекает. На станции с экскурсией побывали учащиеся Смоленского кадетского корпуса. Открывая оперативное совещание, директор Александр Васильев поздравил коллектив атомной станции. Подведены итоги конкурса на лучшую атомную станцию России по итогам 2015 года. И победителем этого конкурса признана Смоленская атомная станция. Всех поздравляю! На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». На сегодня по концерну в целом в работе находится 24 энергоблока. Суммарная мощность в работе 18 150 мегаватт, что составляет только лишь 97,2% от плана. Выработка электроэнергии по концерну в целом также составляет только 99,7%. 73 миллиарда 894 миллиона киловатт-часов. Киум по году текущей 85-47. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе второй, третий энергоблок. Суммарная нагрузка 1566 мегаватт. Энергоблок номер один находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии за 16 дней мая составила 606 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 7 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В 2015 году на 307 миллионов рублей удалось снизить условно-постоянные затраты. Экономия от сокращения сроков ремонтов составила около 170 миллионов рублей. На 323 миллиона сократили объем складских запасов. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Русатом» по корпоративным функциям, главный финансовый директор Николай Соломон. 13 мая он провел день информирования для работников Смоленской АЭС, который был посвящен дальнейшему развитию производственной системы «Русатом» и стратегическим бизнес-целям на 2016 год. Среди главных задач Смоленской АЭС как отраслевого лидера производственной системы «Русатом» – повышение производительности труда и оптимизация затрат. Задание по снижению условно-постоянных затрат на 2016 год составляет 336 миллионов рублей, рассказал директор Смоленской АЭС Александр Васильев. Цель будет достигнута за счет реализации ПСР-проектов и мероприятий по таким направлениям, как страхование имущества, ремонтно-эксплуатационные нужды, расходы на административно-хозяйственную деятельность и ряду других. Сквозной темой дня информирования стала программа оптимизации расходов «Пора». Она подразумевает проектный подход к затратам. «Мы начинаем реализацию программы со статьи затрат, которые больше относятся к непроизводственной деятельности, но постепенно будем расширять», – рассказал Николай Соломон. «По всей госкорпорации мы сможем сэкономить до 5 миллиардов рублей только на таких пилотных направлениях, как командировочные расходы, IT-услуги, аренда, транспорт, реклама и другие». Смоленская АЭС уже подключилась к реализации отраслевой программы «Пора». В 2016 году запланировано на 3% сократить расходы на охрану, IT-услуги, командировки, на 10% – транспортные расходы. «Одна из главных ценностей Росатома – ответственность за результат. Это то, чем всегда славилась Смоленская АЭС», – отметил Николай Соломон. По мнению Николая Иосифовича, это является залогом прошлых и будущих успехов. Торжественную церемонию открытия спартакиады Смоленской АЭС, которая прошла 14 мая на стадионе АО «Атомтранс», атомщики посвятили русскому солдату-освободителю – ветеранам Великой Отечественной войны. Главное спортивное событие атомщиков стартовало парадом участников во главе с победителями и призерами прошлого года. «Спартакиада наша проходит уже не первый год по 18 мигов спорта, и в прошлом году в «Спартакиаде» имели участие более 1,5 тысяч работников Смоленской АЭС и подрядных организаций. Уверен, что и 27-я «Спартакиада» не будет исключением по количеству участников. Каждое спортивное соревнование, оно подразумевает русско-ферничество. Русско-ферники мы ставим только на спортивных площадках. Ведь выполнять основную нашу производственную задачу, безопасную и эффективную работу Смоленской АЭС мы можем только единственной промаху». В зачет «Спартакиады-2016» уже прошли соревнования по волейболу, определились лидеры личного первенства в настольном теннисе. Завершит весеннюю серию «Спартакиады» 22 мая – атлетическое многоборье с элементами ГТО. Летом пройдут спортивные ориентирования, гребли на лодках «Дракон», мини-футбол, питанг и бадминтон. Осень порадует кроссом, труслетом, дартс, гиревым спортом, баскетболом, шахматами и плаванием. Итоги «Спартакиады» Смоленской АЭС-2016 будут подведены в ноябре. На атомной станции с экскурсией побывали десятиклассники Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса. Посетив реакторные и турбинные залы второго энергоблока, помещение главных циркуляционных насосов и попробовав себя в роли операторов блочного счета управления на тренажере в учебно-тренировочном подразделении, некоторые из них задумались о поступлении в энергоинститут. Кто-то из детей хочет пойти в военные организации, продолжить свой путь по военной траектории. Ну и все-таки многие дети думают, а есть же еще и другие высшие учебные заведения, а как же учиться, как поступить и куда потом пойти работать. Многие вопросы задают про тот же энергоинститут, где же сейчас нужны энергетики. И поэтому мы решили, что, наверное, пора расширить наш кругозор и посмотреть, где какие профессии мы можем применить в жизни, помимо военных организаций. Мне больше впечатлил этот центральный зал, где сердце, сам реактор, это очень огромные эти машины. Никогда не видела, на самом деле, внутри эту работу. Экскурсовод объяснял очень интересно, на самом деле, мне понравилось. Смоленская атомная электростанция, прежде всего, впечатлила мне своим техническим и современным оборудованием, а также слаженным персоналом и очень грамотным. Я хочу, как запасной вариант, так сказать, стать инженером атомной электростанции. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Хороших вам новостей и всего самого доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин